Слава Богу! Бог назвал свет днем и тьму ночью, был вечер и было утро, день первый. И если мы пропустим до 16 стиха, в 16 стихе у первой главы Бытия написано так. Бог создал два великих светила, большое светило, чтобы управлять днем, и малое светило, чтобы управлять ночью. И также Бог создал звезды, Бог поместил их на небесном своде, чтобы они светили на землю, управляли днем и ночью. И отделялись света тьмы. Бог увидел, что это хорошо. Был вечер и было утро, день четвертый. Я хочу просто вкратке подлиться мыслью из Божьего Слова, из первой главы, первого стиха Божьего Слова. Я думаю и верю, что в этом стихе есть просто маленький такой секрет, который Бог открывает нам, как Он действует. И в этом стихе тоже Бог открывает нам, как действует Святой Дух. И как Бог может принести большую перемену в жизни человека, как Он это начал и с нашей землей. Здесь написано, что вначале Бог сотворил небо и Бог сотворил землю. Но мы видим, что земля, она была безвидна и она была пуста и просто была тьма над этой землей. Но все еще Дух Святой, Он не оставил землю, потому что она была пустой и потому что она была безвидна и там была тьма. Дух Святой, Он парился над землей, Он был рядом, Он не уходил никуда. И на первый день Бог создал свет. Это всем понятно, мы в школе библии, в Sunday School это учили, что первый день Бог создал свет. И я, когда рос, как молодой крестьянин, я знал, Бог на первый день создал свет. Но когда начал чуть-чуть больше, позднее читать и увидел, что только на четвертый день Бог создал солнце, луну и звезды, У меня возник вопрос. Что тогда Бог создал на первый день? На первый день Бог создал свет. В нашем понимании это означает, что Бог создал солнце, луну и звезды. Но здесь говорится, что в 16 стиху, что только на четвертый день Бог создал солнце, луну и звезды. В нашем человеческом понимании не может быть света, если нет солнца. Да правда? Если нет солнца, нет света. Чтобы был свет, надо, чтобы было солнце. Чтобы был свет, надо, чтобы были звезды, чтобы была луна. Чтобы все эти светила небесные были. Но Бог в начале создания мира, Он открывает один очень интересный секрет о себе. Что Бог действует не так, как мыслит человек. В Божьем мире все наоборот. Не солнце приносит свет, а свет приносит солнце. И потом, дальше, Бог показывает через Авраама. Когда Авраам просит Бога, чтобы иметь детей. И мы знаем, что дети у него не появляются долгое время. И Бог приходит и называет Авраама. Авраама называет Авраамом. И говорит его, ты уже отец множества. Ну хорошо, классно, Господь. Я отец множества. Но Бог говорит, ты должен пойти поменять свое имя. Пойди в свой социал секьюрити, в паспорт и поменяй свое имя. И чтобы тебя Сара и все тебя называли отец. И когда тебе трудно, и ты смотришь вниз, начинай считать песок, потому что это все твои дети. Когда ты радостный, полный жизни, смотри вверх. И потому что все звезды, это тоже твои дети. Но проблема была в том, что не было детей. И Бог его сделал отцом перед тем, как у него были дети. Это против нашего мышления. Потому что человеческий образ мышления говорит так. Человек не может быть отцом, если у него нет детей. Я женат. У меня есть красивая жена. Но у нас детей пока еще нет. Я не могу себя назвать отцом. Потому что название отца принадлежит человеку, у которого есть дети. Но Бог действует наоборот. Он называет человека отцом перед тем, как у него появятся дети. Мы видим в жизни Иисуса Навина. Пастор подчеркнул жизнь Иисуса Навина. И Иисус Навин входит в обитованную землю. И стоит большой город, который закрылся сам в себе. Это город Ерехон. И ангел Божий, Господь, приходит к Иисусу Навину и говорит, что я тебе дал этот город. И все мужья сильные от этого города, они уже были даны тебе. Этот город уже побежден. Он уже в твоих руках. Все. Но что интересно, что город все еще стоял. Стены все еще стояли. Ничего не изменилось в физическом мире. Но в духовном мире все изменилось. Мы также видим в жизни Давида. Маленький парень, подросток. Самуил приходит и помазывает его в царь. И называет его все, что ты уже царь. Но мы знаем, что Давид не пошел сразу в следующую минуту в палац. Он не получил какой-то венец. Мы знаем, что только через там 15 сколько лет он тогда только принял царство. Но царем Давид стал, когда был подросток. Божие действия, они не такие, как наши. Как Бог действует, как действует Святой Дух, он не так, как мы очень часто размышляем. И как мы привыкли, когда мы живем на этой земле. Система этого мира, смысл и движение разума этого мира, оно не так, как движение Святого Духа очень часто. В мире, когда человек делает праведные дела, он стает праведным. Но в Боге, когда человек стает праведным, только тогда он делает праведные дела. Бог всегда делает наоборот. Очень часто в нашей жизни, когда у нас есть тьма, когда у нас есть просто жизнь разбросана. Болезни, трудности, может внутренние кошмары, внутренние просто депрессии, может какая-то просто усталость, давление жизни. И мы внутри где-то думаем, вот если бы Бог дал мне солнце, для какого-то человека солнце, это когда ребенок покается. Все, будет покой, будет счастье. Для какого-то человека это здоровье. Но если Бог даст мне это солнце, это мое здоровье улучшится, я буду просто счастливым человеком. У меня будет радость, у меня будет мир, у меня будет жизнь настроена. У другого какого-то человека это, если Господь принесет просто финансовые провизии, просто поможет финансам, там бизнес поднимется, там долги выплачу. Все, если придут эти звезды и это солнце, все, придет в мою жизнь свет. И мы очень часто заявляем, молимся и постимся. Дорогой Господь, ну пожалуйста, ну небольшое солнце, хотя бы маленькое солнце, пошли в мою жизнь. Но очень часто Бог не посылает солнце, а Он посылает свое слово и своим словом хочет принести свет. А мы говорим, да, Боже, не надо мне твой свет, да солнце надо, Господь. Солнце надо, не хватает солнца. А Бог говорит, а я так не действую, а я хочу принести тебе свет через мое слово. И этот свет, который переобразует тебя внутри, оно потом принесет солнце. И тогда твой свет не приходит от солнца, но твой свет приходит от Бога, и Бог получает славу. Тогда твоя радость не приходит от бизнеса, от детей и даже от дома и финансов, она приходит от Святого Духа, который принес свет перед тем, как пришло солнце. Аминь. Братья и сестры, когда я родился, у меня было, не у меня, а у моей мамы были очень трудные роды. И во время родов там где-то в Украине, там что-то не знаю, что доктора наделали, но короче придавили мы нервную систему. И из-за этого я два года лежал в больнице, в реанимации, и после двух лет меня освободили. И через это пять лет родители начали видеть, что когда я открываю глаза и смотрю вверх, один глаз смотрит вверх, другой глаз смотрит вниз. И моя вия опустилась здесь, и у меня начали быть очень сильные головные боли. И когда я ходил в школу там в Украине и даже здесь в Америке, у меня внутренне, у меня внутри было то самое, что здесь я прочитал. Земля была пуста и безлика, тьма была над бездной. Вот то, что было у меня внутри. Каждое воскресенье мы ходили в церковь, большая, хорошая церковь, но внутри у меня была тьма. Я не мог поверить, когда проповедник вставал и там что-то говорил, что Господь имеет план на твою жизнь, тебя любит. Оно у меня просто проскакивало так. Потому что я внутри был где-то уверен, что Бог сделал ошибку, когда я родился. Почему Бог не дал такие глазные проблемы Гитлеру, какому-то другому пропавшему человеку? Ну что я плохого сделал? Почему я заслужил это? Почему это? Меня в школе прозывали разными именами, и у меня выросла внутри тьма. Была такая заниженная самооценка, что я помню, когда мы приехали в Америку 15 лет назад. Я прогуливал класс, это был класс кейбординга, где нам надо было там вставать на минуту и давать какую-то презентейшн. И я прогуливал каждый класс, когда я узнал, что нас поставят перед классом, говорить перед классом. Я настолько стеснялся людей, настолько боялся людей, и, конечно, люди боялись меня. И у меня не было друзей, у меня внутри просто были кошмары. Я так страдал внутри, это была такая тьма. И было так мне трудно, я верил, что если Бог исцелит меня в мои глаза. Что интересно, что у меня нету проблемы с зрением. У меня два брата, два сестры, мама и папа, все до одного носят эти, как и глазис, очки, кроме меня. Я старался, пошел в доктор и старался притупиться, что не смотрю. И все равно не мог мне дать очки. У меня хорошее зрение, у меня не эта проблема с зрением, но я хотел просто выглядеть, ну, чуть-чуть как приличное, как все остальные. У меня были две операции, одна в Америке, другая в России. Не для того, чтобы я видеть мог хорошо, но для того, чтобы смотреться мог бы лучше. И это ничего не поменяло. И пришло время в моей жизни, когда я начал просто сильно молиться и поститься, чтобы Бог просто исцелил это. Мне не так надо было это исцеление, как я хотел, чтобы внутри был свет. Я хотел, чтобы внутри была просто радость, довольность, чтобы я мог стоять, не бояться людей. Чтобы я мог стоять и внутри быть уверенным, что Бог меня создал, что Он имеет для меня план, что я когда-то в женю, что моя жизнь будет прекрасна Богом. Не глаза были проблемой, но света не было. И я был уверен, что если Бог даст солнце, придет свет. А у Бога вообще был другой план. А Бог мне свое слово толкал в мое сердце, толкал, чтобы изменить меня изнутри. Я говорю, Господь, ну не надо мне это все. Да мне солнце дай, держи это слово себе. Мне солнце дай, я буду довольный. Но не так Господь действовал. И по маленьку Господь начал изменять меня изнутри. Его слово начало выдавливать тьму. И что интересно, что очень быстро, через там два, год-два, все поменялось в моей школе, когда я еще в школу ходил. Все поменялось в моей жизни. И теперь то, что я раньше боялся, не боюсь. И внутри просто пришел свет. До сих пор у меня еще солнца нету, а свет есть. Одна девчонка, у нас в церкви где-то 30% мексиканцев, 30% американцев, где-то 30-35% славян. У нас более такая, ну англоговорящая церковь, очень малое русское население в нашем городе. Одна девчонка покаялась 2 месяца, где-то 3 месяца назад. И когда при покаянии мы сразу с ней начали беседовать. И указывается, что когда 4 года спустя она ехала за рулем машины, она была беременна и попала в аварию. И в этой аварии, короче, ее так, не только она получила физические удары, но она получила тоже удар на свой разум. На нее просто пришел такая паника и такой страх, что за 4 года до своего покаяния она ни разу не садилась за руль своей машины. И она с плачем начала говорить, я боюсь, говорит, когда я даже в машине еду, меня трусит просто. И я просто живу этим оксидентом, который получился 3 года, 4 года назад. Ну и мы просто за ее помолились. И после этого я ей попросил, говорю, возьми место из Писания, где написано, что Бог не дал нам дух страха. И я не знаю, как это точно по-русски написано. Но дал дух силы и правильного этого, right mind в Библии написано по-английски. Я говорю, пожалуйста, возьми этот стих по-английски или по-испански и возьми тетрадку и напиши этот стих. Тысячу раз. Каждый день просто возьми свободное время и пиши этот стих. Я говорю, не молись, что Бог тебе помог там ездить на машине. Но просто позволь, чтобы Божий свет, он начал проникать в твою внутреннюю, там, где сейчас тьма. Говорю, да, Иисус пришел в твое сердце, но твой разум, там эта тьма еще есть. И пусть Божий свет приходит сначала. И она писала, и каждую неделю я ее видел, она приходила в церковь и, говорит, все, уже 500 раз написала. Там уже 600 раз. И пришло время, у нас было крещение, это было в среду. И я был сверху в офисе, и я вижу, ну, какая-то новая машина приехала. Я уже, ну, в церкви машину уже привезти не знаю, кто на какой ездит. И я вижу, из машины выходит эта девчонка. Я сразу с офиса убежал, посмотрел на себя, говорю, ты что ездишь? Мы же сделали такой с тобой совет, что ты напишешь тысячу раз, потом из-за тебя помолимся, и ты сядешь за руль. Она говорит, пастор, я дописала до 800. И, говорит, такая внутри свобода пришла, что седаю, говорю, уже две недели езжу без никаких проблем. Братья и сестры. Господь хочет принести свет с началом нашей жизни, перед тем, как Он принесет солнце. Солнце – это то, о том, о чем ты у Него просишь. Свет – это то, что Бог сначала принесет. Была одна женщина, у нас каждый месяц есть такие специальные молитвы за исцеление и за освобождение. Много неверующих людей, верующие приходят. И была одна женщина, она приехала из Сиатла, у нее был рак. Она уже прошла одну хемотерапию, прошла вторую хемотерапию. Но просто не было, рак просто не уходил, он там оставался и даже распространялся. И доктор ей дал где-то там 3 или 6 месяцев жить, и она потом сказали, что умрет. Она была молодая женщина еще. И во время молитвы, когда была молитва, знаете, иногда люди, когда получают молитву за исцеление, они чувствуют тепло. Некоторые люди чувствуют просто такую уверенность внутри, что Бог просто меня коснулся в это время. И это произошло с ней. Во время молитвы она ничего такого там большого физического не чувствовала. Но просто такая уверенность пришла в ее сердце, что Бог меня коснулся. И после этого она поехала домой в Сиатл. На другой день она встала. Но на другой день все ее симптомы, они не только возвратились, но как будто в 10 раз. И она пришла к своему мужу и говорит, да не надо было туда ехать, там это все, это фальшь, там Бог не исцеляет, то и все. А муж еще говорит, послушай, ну вчера тебя помолились, ты свидетельство получила внутри, что просто Бог тебя коснулся. Ну оставайся на этом. Кто тебе платит, чтобы идти назад просто в свои чувства и в апатию и в негатив? И так ее ободрил в вере. Ну и все, она сказала, все, возвратилась ее такая вера. Она еще к доктору не была. Она пошла к доктору где-то на конце недели и сразу, а ее доктор мусульманин был. Она зашла к доктору, она такая твердая такая женщина. Зашла к нему, говорит, проверяй меня, меня Бог исцелил. Он, конечно, с ней посмеялся и говорит, ты, наверное, таблетки перебрала таблетки, и у тебя что-то в мозгах уже идет. Сделал первый тест, говорит, не просто не могу понять. Говорит, наверное, что-то с нашей машиной там неправильно. Но ее ничего не говорит. Говорит, приди вот на следующую неделю, я вызову этого, который поладит нашу машину, потому что там что-то с машиной неправильно. Она уже поняла, что что-то там уже у него не получается. Пришла она на вторую неделю. Проверил на другой машине, и на той машине проверили все, сканы сделали. И мусульманин доктор пришел к ней и говорит, не знаю, в Бога твоего не поверю, но говорит, то, что вижу, говорит, это просто чудо. Говорит, я видел рак в твоем теле. Говорит, в твоем теле рака нету. Уже три года, и в ее теле рака нету. Это делает Святой Дух. Но Дух Святой, Он не просто приносит солнце, Он приносит свет, и потом приносит солнце. Аминь. Я хочу сегодня убодрить вашу веру. Я хочу укрепить сегодня вашу веру. Если вы молитесь сегодня, и в вашей жизни есть нужда. Если ты Бога сильно просишь и умоляешь, и ты думаешь внутри, что если Бог пошлет ответ, тогда мне принесет такую радость. Это правда. Но Дух Святой хочет принести сегодня свой свет в твое сердце и в твой дух, перед тем, как у тебя появится ответ на твою нужду. Если твой внутренний мир, он насыщен негативом, тьмой, пессимизмом, и ты все это сваливаешь на то, что у тебя нету солнца. И у тебя тьма, потому что нету солнца, звезд, финансовые проблемы, здоровье, дети Богу не служат, там в доме кошмар, там то все проблемы. И ты просто внутри наполненный тьмой, может у тебя физические какие-то там недостатки. Я хочу сегодня ободрить тебя, что Бог хочет перед тем, как принести солнце, Он хочет принести свой свет. Прямо сегодня. Его свет будет пронзить твою душу, и потом придет Божье солнце. Была одна женщина, она всегда жила страхами, что ночью придет вор и ограбит дом. Вот каждую ночь спит только маленький звук дома, сразу муж отолкает, бежи, посмотри, потому что вор пришел. Ну, первый раз муж пошел, проверил, никого нету, пришел, успокоил ее. Это продолжалось год за годом. Он уже автоматически вставал ночью, она его толкает, встает ночью, уже вслепую ходит, по дому идет назад, говорит, все хорошо. Через 25 лет по своему автоматическому проходу дома ночью, потому что что-то там заширепело. И тут и стоит вор, из автомата, прямо на него наводит и говорит, что все отдай. Говорит, да, все, мадам, не стреляй, тихо будь, мы все отдадим тебе. Отдал все, тут вор уходит, говорит, подожди, друг, не уходи, тебе надо познакомиться с моей женой. Она тебя ждала уже 25 лет. Братья и сестры, эта жена была наполнена страхом, и потом эти страхи и пришли. Когда человек, наполненный светом, приходит солнце, когда он наполненный страхом и тьмой, и будет эта тьма. И знаете, можно молиться всю жизнь, Боже, дай солнце, Боже, дай солнце. Но когда ты не позволяешь Божьему Слову принести свет, то может и это удерживает солнце. Может, не Бог удерживает солнце, а может наша неспособность принять Его Слово, которое хочет принести внутри свет. Не отталкивай Божье Слово и не позволь, чтобы оно просто было информацией в голове. Оно должно поменять твой внутренний мир. Изменить внутри, убрать тьму и принести свет. Мой, ты говоришь, да нет никакого солнца в моей жизни. А Бог по-другому действует. Бог хочет принести свой свет. Аминь. В начале года мы с женой пожертвовали одним автомобилем. У нас есть одна маленькая, молодая пара. Пацан сам, он из Гваремалы, а его жена из Салвадор, из Поль Спасих. И просто сверхъестественно изменил их жизнь. Истелил его жену, какой-то там проблемы в животе было. Они вот ожидают ребенка. И у них не было машины. В аварии попали они и потеряли машину. И мы решили, у нас был хороший автомобиль, и дать им этот автомобиль. Но я этим автомобилем там бампер чуть почухрал. И то есть все, я хотел поменять сначала бампер и все, чтобы дать хороший автомобиль. Но мы встречаемся в воскресенье с ними. И при нашей беседе я говорю, ну я хочу просто вам дать такую новость. Мы с женой, мы вам даем автомобиль. Ну они сразу там расплакались. Ну это был хороший автомобиль. И они говорят, ну как это так? Это слава Богу там все. Ну я говорю, ну я вам дам автомобиль через два месяца или через месяц. Мне надо там колеса поменять, бампер поменять, то-то-то. Я хочу вам дать просто, ну хороший автомобиль. Не просто там почухранный и так далее. Я сам на таком могу ездить, но вам надо хороший. Говорит, ну хорошо, ты же бери, сколько тебе времени надо. И они ушли с моего дома с автомобилем. Но без автомобиля. Уже радовались. Уже родителям позвонили. Позвонили. Уже друзьям сказали, у нас уже автомобиль есть. Уже перестали искать автомобиль. Уже радость, уже у них был автомобиль, но автомобиля не было. Братья и сестры, это вера. Когда Божье Слово, представьте себе, я мог бы их обмануть. А мой автомобиль мог бы сгореть. Но их вера была построена на таком человеке, как я, который делаю ошибки. Который могу иногда сказать и не исполнить. И вера настолько наполнена внутрь, что пришли слезы. Пришел свет, пришла радость. Уже они ходили, как владители этого автомобиля, хотя ключей не было. Если бы вы к ним пришли, они сказали бы, у нас уже есть автомобиль. Ты сказал бы, ну а где, покажи. Ну, есть. Вот в сердце есть. Потому что на парковке его не было. Это вера. Когда человек наполнен негативом, страхами, паникой. И при этом он молится и хочет получить что-то от Господа. Господь не будет давать ответ. Он сначала будет давать свой мир, свою жизнь и свой свет, который переобразует человека изнутри. И потом принесет Божье чудо в его жизнь. Аминь. Еще одну историю скажу и будем молиться. Была одна девчонка. И в два года, когда брали фотографии, фотографии, ее фотографировали, ее посадили на коня. Хотели такую красивую фотографию сделать. И как-то вспышка фотоаппарата, она испугала коня. И конь рванулся. И девчонка, эта маленькая, которой было два года, она взлетела с коня и головой ударилась в камень. И из этого у нее получилась травма. И из-за этой травмы в ее мозгах у нее начали проявляться эпилепсии. Где каждые три дня или четыре дня она просто теряла контроль. И ее тело просто входило в эпилепсию. Это продолжалось всю ее жизнь. Когда ей было 15 лет, решили сделать операцию на ее мозг и убрать какую-то часть, чтобы эти эпилепсии, они ушли. Во время этой операции она получает строк, где половина ее тела пошла в паралич. И эта операция, она не была успешной. И вместо того, чтобы убрать эти эпилепсии, они начали теперь идти не раз в три дня, а три раза в один день. Она оставила школу. Это была верующая семья. И она просто жила дома. Ее мама тоже оставила работу. Ихняя просто жизнь, она была просто очень тяжелой и трудной жизнью. Ей уже было где-то 37 лет. И в одно время она всегда включала телевизор, христианские какие-то, программы смотрела. И в одно время она сидела на своем кауч, на своей софе. И там была одна женщина, которая была на телевизоре. Она была христианка. И Бог дал ей слово знания. Просто ни с того, ни с того была молитва там. И Бог ей дает слово знания. Говорит, что здесь сидит прямо перед телевизором девчонка, которая уже взрослая. И говорит, когда ты была молодой, у тебя был один эксцидент, который был связан с что-то с конем. Говорит, я просто... Господь просто показывает, что что-то с конем было связано и было поврождение на твой разум. И говорит, прямо сейчас Господь тебя исцеляет. Просто так. Она помолилась. Ну, эта девчонка, она когда услышала это, и как взрыв внутри пришел, все, она приняла. Господь, это я, ты меня исцеляешь. И 30 дней после этой молитвы ни одного раза не было этих эпилепсий. На 30-й день, когда она была на кухне, это все возвратилось назад. Это возвратилось назад в такой сильной силе, что ее мама думала, что она умрет. И она потом свидетельствовала, что когда была эта эпилепсия, 30 дней после ее исцеления, внутри была битва и сражение. Потому что один голос кричал, тебе Бог не исцелил. Но, говорит, другой голос, другой голос опирался на Божие обетования. Говорит, я внутри в своем разуме просто кричала. Говорит, я не могла контролировать свое тело. Но я внутри кричала другому голосу и говорила, ранами Иисуса, я исцелена. Через 30 минут это все остановилось. И уже 8 лет и никогда эта эпилепсия назад не возвратилась. Братья и сестры, когда Бог исцеляет человека, Он хочет исцелить тоже его внутренний мир и наполнить его своим светом. Очень часто, когда люди получают исцеление физически, но в разум он отравлен. В разум все еще болезни, все еще ждут, все еще страхи, все еще всякая тьма. И это очень часто притягивает и больше проблем. Бог хочет принести свой свет и создать свое солнце. Аминь. Давайте мы сейчас поднимемся и мы будем молиться. Великий Дух Святой, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя, Господь, что Твое Слово, оно приносит свет. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты разрушаешь тьму. Ты угоняешь, Господь, всякие страхи, всякие паники, и всякие, Господь Боже, всякое более то, что не угодно Тебе. Боже, я благодарю Тебя, что Ты наш Целитель. Я благодарю Тебя, что Ты тот, который спасаешь, и Ты тот, который освобождаешь. Боже, я благодарю Тебя, что Ты тот, который приносит свет и приносит свет в нашу душу и в наш разум, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты тот, который поднимаешь, Господь. О, слава Тебе, Господь, за Твое Слово. Слава Тебе, Господь, за Дух Святой. Слава Тебе, Господь, за то, что когда есть тьма, Когда есть Господь негатив, когда есть депрессия, когда Господь внутри нам трудна, Боже, когда проблемы, как воды, входят в наш Господь, в нашу внутренность, то Духом Святым Ты приносишь Твой свет. И прямо сейчас я прошу Тебя, дорогой Господь, чтобы там, где есть страх, там, где есть тьма, Господь, там, где есть внутренние провалы. Боже, я прошу Тебя, чтобы прямо сейчас Духом Святым Ты принес Твой свет. Чтобы прямо сейчас Духом Святым Ты принес Твой свет, Господь. Да будет свет там, где тьма. Да будет свет там, где, Господь, внутренняя тьма, Боже. Там, где проблемы уже так надавили, Господь, что человек уже потерял, Господь, веру. Я прошу Тебя прямо сейчас, великий Бог, чтобы Ты принес свою Господнюю веру, чтобы Ты принес свой мир, чтобы Твоя радость, Боже, Твой мир и Твоя праведность прямо сейчас поселилась в наш дух. Прямо сейчас она пришла в наш разум, Боже, принеси Твое чудо в нашем духе, в нашем сердце и в нашем разуме во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, то, что Ты сделал с нашей землей, сделай с нашей жизнью, то, что Ты сделал с нашей землей, сделай с нашим здоровьем, сделай с нашими финансами, сделай с нашими детьми, сделай с нашим браком, сделай, Господь, с нашей семьей, Боже, я прошу Тебя, сделай свое чудо, сделай свое чудо, Господь, во имя Иисуса Христа. во имя Иисуса Христа. Я хочу прямо сейчас помолиться за тех людей, которых внутри... Можно мне взять микрофон? Включите его. Я хочу прямо сейчас помолиться за тех людей, которых внутри провал. Не из-за греха, но из-за того, что проблемы кругом вашей жизни, они так сгустились, что внутри просто тьма. Титаник не потонул, потому что было много воды в океане. Титаник потонул, потому что было много воды в Титанике. Все проблемы в твоей жизни, когда они не входят в твою внутренность, ты можешь пройти. Но когда они начинают вплевать в твоё внутреннее состояние, ты начинаешь помаленько тонуть. И прямо сейчас, мы не будем приглашать наперёд, но если ты стоишь там сейчас и просто внутри в тебя, это было слово для тебя, и ты чувствуешь, что я, эта земля, в которой просто темнота внутри, просто трудности внутри, я не могу продвинуться дальше. Давайте мы сейчас в церковь совершим молитву, чтобы Дух Святой просто принес свой свет. Принес свой свет. И может ты на том месте, где ты уже дошел до той крайности, тебе надо молитва и поддержка постарей. Ты можешь выйти наперед, мы за тебя будем молиться, мы поддержим тебя в вере, и Дух Святой коснется тебя. Давайте закроем наши глаза и начнем молиться сейчас. Дух Святой, я прошу тебя прямо сейчас, чтобы ты коснулся каждого человека, я прошу тебя за те, Господи, у которых сейчас внутри тьма, у которых внутри сейчас просто сгустились проблемы, у которых, Господь, сейчас, Боже, эти проблемы начали так давить сильно, Господь, что они не могут идти сами. Я прошу тебя, дорогой Господь и дорогой Святой Дух, чтобы ты пришел, чтобы ты сделал сейчас свое чудо, чтобы ты сделал сейчас свое чудо в нашем сердце, Боже. Там, где болезнь так сгустилась, Господь, что мы уже не можем сами прийти, Боже, вынести это. Я прошу сейчас, чтобы Твой свет, чтобы Твой свет прямо сейчас пришел, чтобы пришел свет от Святого Духа. Я прошу Тебя, Господь, чтобы вся тьма, вся депрессия, Господь, все внутреннее давление, все внутренние провалы прямо сейчас, Господь, чтобы они были изгнаны. Словом Твоим, помазанием Твоим, Господь, помазанием Духа Твоего, Господь, словом Твоим во имя Иисуса Христа, Господь, мы как церковь сейчас подымаем каждого человека, мы как церковь сейчас, Господь, просим, да придет Твой свет. Там, где есть тьма, там, где внутри страх, там, где внутри, Господь, сгустилась, Боже, просто, Боже, это депрессия прямо сейчас, да придет Твой свет, да придет Твой свет, Господь, да придет Твоя помощь и Твоя поддержка во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. О, Дух Святой, Дух Святой, как Ты двинулся, когда Слово было сказано, прямо сейчас двинься, Дух Святой, Дух Святой, коснись, Дух Святой, принеси Твой свет, Дух Святой, прямо сейчас принеси Твою благодать, принеси Твой мир, Дух Святой. О, Галилюя, 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 да придет решение внутренних провалов прямо сейчас. Прямо сейчас, Господь. О, Твоим Словом, Господь. Духом Твоим, Боже, прямо сейчас коснись. Мы ожидаем Тебя, Господь. Мы ожидаем Тебя, Дух Святой. Мы ожидаем, чтобы Ты просто сейчас сделал Твое чудо. Сделал Твое чудо. Чтобы эта тьма, она ушла. Чтобы это ушло сейчас, Господь. Чтобы внутри пришел свет. Чтобы день первый пришел. Пришел день первый прямо сейчас, Господь. И, Боже, я прошу Тебя, чтобы пришел это внутри. В нашем разуме и в нашем сердце, Господь. Чтобы пришел сейчас Твой свет. Твое прозрение, Господь. Чтобы пришло Твое прозрение во имя Иисуса Христа. Твоя легкость, Господь. Чтобы пришел, вся тяжесть ушла. Вся тяжесть прямо сейчас, Дух Святой, убери. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Мы сейчас просто совершим еще одну молитву. Если ты стоишь сейчас прямо здесь в зале. И у тебя есть боль в теле. Мы сейчас просто вместе будем молиться. Чтобы Дух Святой, Он коснулся Твоего тела. И чтобы Господь просто коснулся Твоего тела. У нас был один парень буквально два месяца назад. Который и болел астмой. И буквально прямо во время молитвы Господь исцелил уже два месяца свободный, без астмы. Даже на кем-то, когда мы молились, Господь касался Духом Святым, молодых людей. И Бог исцелял. Я знаю, ты можешь стоить сейчас и ты говоришь, я, может, ничего не чувствую. Ты должен верить в одну вещь, что в ранах Иисуса есть наше исцеление. Я даже был в служении, в которых люди сами приходили и говорили, никогда в своей жизни я не переживал исцеление в моем теле. И я просто имел болезнь и просто как-то маленькой ничтожной верой простронулся к великому Богу. И говорит, у меня боли больше нет. И прямо сейчас мы просто вместе будем молиться. Мы не будем вызывать наперед, но там, где ты стоишь, если есть боль в твоем теле. Просто положи свою руку на свое тело. И сейчас вместе мы, Церковь, будем молиться, чтобы Дух Святой, Он коснулся тебя. Чтобы Он сейчас коснул твое тело, это Его храм. Если есть проблемы в ушах, сейчас, чтобы Господь коснулся. Если есть артрит, или невозможно сгинаться спиной, или есть проблемы в коленях. Мы сейчас просто вместе согласимся. Астма или диабирис. Нет ничего невозможного нашему Господу. И Дух Святой, Он двинется сегодня. Дух Святой, Он коснется сегодня твоего тела во имя Иисуса. Давайте закроем наши глаза и просто совершимся с этой молитвой. Господь, я прошу Тебя прямо сейчас во имя Иисуса. Каждый человек, в котором сейчас есть боли, во имя Иисуса. Во имя Иисуса, Господь, пусть коснется сейчас Дух Святой. Каждого тела Дух Святой. Тело — это твой храм. Наше тело — это твой храм. Коснись сегодня твоего храма. Там, где есть слабость. Там, где есть Господь Божий в коленях. В спине, Господь. In the neck. Там, где, Господь, есть, Боже, неустающие головные боли. Прямо сейчас, Господь, коснись. Пусть астма, Господь. Пусть диабирис. Пусть, Господь, все эти, пусть рак боли, всякие опухоли, Боже. Пусть они сегодня исчезнут. Потому что Твой огонь, Твоя сила и Твое прикосновение. Господь, пусть коснется Твоего народа прямо сейчас. Мы повелеваем этой боли, чтобы она ушла. Мы повелеваем сейчас этой болезни, чтобы она оставила. И чтобы возвратилось здоровье. Чтобы возвратилась крепость. Чтобы возвратилась сегодня сила. Во имя Иисуса Христа. И, дорогой Святой Дух, мы обещаем нашим телом только служить Тебе. Распространять Твое Царство. И служить Тебе, Господь. Мы обещаем служить и идти за Тобой. И сделать Твое чудо в нашей жизни. Во имя Иисуса. Я еще одну молитву совершу. И потом закончу. Мы сейчас специально будем молиться о детях и родственниках, которые не знают Иисуса. У меня был брат, есть брат. И мы молились за него 7 лет. Он попал в наркотики. И сначала попал в малые наркотики. Потом залез не только в наркотики, а в другие грехи, которые не буду даже здесь говорить. И просто пошел до такой степени, что это просто принесло депрессию в дом. И когда Бог дал это откровение нашей семье, моей маме, моему папе, мне, чтобы не жить, не ждать, когда он покается, чтобы внутри был рай. В доме был рай. Потому что сначала придешь домой к нам, ты просто можешь пальцем так в дом просто поставить и почувствуешь депрессию. Потому что апатия такая была. Такое было переживание. Такие страхи были. А что с ним будет? А если умрет, где-то передозирует этими наркотиками. И когда Бог просто начал принести свой мир и свою благодать в дом. И был оксидент, в котором он был вовлечен. Во время этого оксидента Бог просто сверхъестественно спас его жизнь. И потом ночью, когда он спал, Дух Святой пришел в комнату. И так сильно коснулся его, что все наркотики, алкоголизм, сигареты и всякие другие грехи просто там в его комнате. Он рыдал, рыдал, рыдал целую ночь. Потом он пришел в церковь, покаялся. Сейчас лидер ячейки. И другие ребята, которые этим страдали, даже с его работы, уже тоже поприходили и тоже покаялись. И сегодня Бог дал солнце. Но перед тем, как Бог дал солнце в нашу семью, Он сначала тоже принес свой свет. И давайте мы сейчас просто поднимем наши руки перед Богом и начнем молиться за тех людей, которые сегодня отошли от Господа. Чтобы Бог просто проявил свою милость и свою благодать. Закрывай свои глаза, открывай свои уста сейчас. И давайте мы взовем вопль Богу. И просто попросим, чтобы Дух Святой, Он только Дух Святой молит это сделать. Чтобы Он коснулся сейчас. Чтобы Он просто принес эту перемену. Если это твоя дочь или твой сын. Если это твой папа или мама. Если это твой муж или твоя жена. Дух Святой это может сделать. Боже, мы сейчас просим место церковью. Боже, я видел эти чудеса, когда Ты спасаешь родственников. Когда Ты спасаешь братьев. Когда Ты спасаешь сестер. Когда Ты спасаешь семьи, Боже. Когда Господь уже поставил люди крест. Когда уже как будто не было возврата. Но Господь, Ты проявлял Свою милость. Я прошу Тебя прямо сейчас. Чтобы пришло спасение. Я прошу прямо сейчас за родителей, Господь. Чтобы в ихнем духе был свет. Чтобы у них была внутри, Господь, радость. Не от того, что сын еще не спасен или спасен. Но радость от твоего обетования. Что я и дом мой буду служить Господу. Принеси, Господь, эту уверенность. Принеси этот внутренний стержень, Господь. Пусть Твое Слово, Господь, уже стрет наши слезы. И принесет уверенность, Боже. Мы молим сейчас, чтобы сила дьявола, сила бесов. Сила этих, Господь, зависимостей. Сила этого греха. Чтобы она была разрушена на жизни этих людей. И чтобы они получили спасение. Чтобы они пришли в дом Божий. Чтобы они покаялись. И чтобы их жизнь принесла много плода для Твоего Царства, Господь. Избери их, Боже, для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Потому что мы знаем. Твое Слово. Оно сильнее Слова любого человека. И Ты Бог, Который обещаешь. И Ты не обманываешь. Во имя Иисуса Христа. Мы просим. Аминь. Оно Jesus. Продолжение следует. Продолжение следует...